Приветик, мои дорогие! Сегодня я предоставляю вашему вниманию новое видео французского телеканала BFM TV. И журналист в этом ролике тот же самый, который пытался троллить нашего Петра Толстого, и которого Петр Толстого очень хорошо унизил морально и, можно сказать, физически, потому что он казался таким низким и маленьким по сравнению с нашей глыбой Петром Толстым. У меня журналиста Джереми Норман. Он такой небольшой, низкий француз, очень мерзкий, постоянно проводит интервью, которые реально негативно отражают Россию, и постоянно троллит наших политиков, задает им мерзкие и каверзные вопросы. Я не знаю, это он делает, потому что у него такая работа, либо потому что он вообще на самом деле так относится к России и к россиянам. В этом интервью, естественно, не обошлось без борца за свободу слова в кавычках Навального. Они его преподносят, его превозносят, рассказывают, какой Путин тиран и авторитарный диктатор, царь России, ну и так далее. Ну, очень порадовали комментарии россиян, которых он спрашивал на улицах, их мнение по поводу СВО и вообще по поводу Путина. Они ему как бы сказали, кто он такой и что на самом деле происходит в России. Жители Москвы очень порадовали в этом плане. Ну что ж, давайте не будем долго ждать, начнем смотреть сейчас. Опять-таки переводит искусственный интеллект, поэтому смотрим и сильно не возмущаемся. Мы имеем то, что имеем. Я по-французски вообще не шпрэхэнзэдочен, если на то пошло. Владимир Владимирович Путин тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас? Реально грозит чемпионатом использованием ядерного оружия? Мы на Красной площади в Москве. Здесь бьется сердце России. Здесь также находится ее непоколебимый президент Владимир Путин, уже 24 года возглавляющий страну, который приехал выступить на следующий день после своего переизбрания, чтобы польстить патриотическому и воинственному духу своей страны люди. Что касается Новороссии, что касается Донбасса, их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. Возвращение великого... Лёготворчания, с помощью которого Владимир Путин утвердит свое безраздельное господство над своим народом. И если некоторые все еще сопротивляются, здесь или в изгнании. Многие другие придерживаются этого фантастического представления о России, который угрожает Запад, Франция, которую они считают своей. Готовы защищать с риском для своей жизни. В течение 10 дней мы встречались с теми россиянами, которые поддерживают режим Путина, несмотря на страдания, вызванные войной. Это мой сын. Ему должно было исполниться 33 года. Я был командиром штурмового подразделения. Можно сказать, началась Третья мировая война. Поездка в закрытую Россию, которая практически запрещена для западных СМИ. Нет, он выдает вам аккредитацию, вы не можете пройти. Из-за того, что он сказал, только из-за того, что он здесь, чтобы поболтать с вами, мы могли бы лучше обвинить его, потому что мы никогда не знаем с вами французов, которые всегда злятся из-за того, что хотят совершить революцию. Вот наши камуфляжные сетки для солдат, а это наши швии-добровольцы. А есть ли люди, которые не поддерживают спецоперацию? Такого не существует. Как русские научились жить с санкциями? Хотя официально многие бренды покинули Россию, остались только их фабрики. Продолжайте, попробуйте. Какой горизонт для этой молодежи, которая знала только одного президента? Дорогие солдаты, вы спасаете нас и каждую минуту рискуете своей жизнью. Постепенно Москва избавляется от своего зимнего белого пальто. На ее улицах, всегда находящихся под надежной охраной, царит странное ощущение плавучести. Война повсюду. И сразу никуда. От своего народа Путин требует только одного, жить так, как будто ничего не произошло. Прежде всего, не задавайте вопросов о 75 тысячах солдат, которые, как утверждается, уже пали на Украине. Также не беспокойтесь о преследовании политических оппонентов. Не беспокойтесь, наконец, об изоляции страны, находящейся под западными санкциями. В Москве есть место, которое символизирует этот мираж беззаботной России. Престижный деловой район Москва-Сити, ультрасовременные небоскребы которого контрастируют со строгостью советских зданий. Шо, здесь очевидно, мы попадаем в другой мир. Вы больше не чувствуете, что находитесь в России. Это костюм, галстук, портной и большие европейские седаны. Скорее, вы чувствуете, что находитесь на защите в Париже или Лондоне. Тем не менее, с начала войны Европа и Соединенные Штаты ввели целую серию санкций, чтобы ослабить российскую экономику и, в частности, финансовый сектор. Мы попытаемся выяснить, действительно ли они эффективны. У нас назначена встреча с Алексеем Антоновым. Он является трейдером в одной из своих башен. Алексей, здравствуйте. Жереми очень рад. Как вы поживаете? Очень хорошо. Во Франции мы мало знаем этот район, этот город Москвы. Да, это только начало. 15 лет назад здесь ничего не было. И тур за туром этот район зарождался, и теперь это деловой район. Как это возможно, что все эти башни так быстро сошли с рельсов? Это благодаря деньгам, Россия является очень важным финансовым центром. Хорошо, значит Россия такая же капиталистическая страна, как и все остальные. Да? Почему бы и нет? Не полагайтесь на его внешность европейского хипстера, Алексей, ярый сторонник путинского режима. Вы, жители Запада, придерживаетесь предвзятого и извращенного взгляда на Россию. Вы все еще видите нас в советские времена, со всеми этими жуткими зданиями, танками на улицах. Это больше не имеет к этому никакого отношения. Можно ли показать нам башню, в которой вы работаете? Это невозможно? Значит нам, как французскому журналисту, запрещено подниматься с вами наверх? В некотором роде да. На самом деле не запрещено, но мои соратники не любят французов из-за Макрона, из-за того, что они услышали по телевизору. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает все возможности, в том числе возможность отправки солдат на Украину. Вы знаете, почему Макрон подает руку Зеленскому? Это потому, что Путин не хотел разговаривать с ним по телефону. Из-за того, что он сказал, меня можно обвинить только в том, что я был здесь и разговаривал с вами. Потому что мы с вами никогда не знаем французов, которые всегда злятся на то, что хотят совершить революцию. Но у меня есть для вас еще одна башня. Направляйтесь к башне Ока. Высота 354 метра. Она была снята с земли всего 10 лет назад. Это третья по величине башня в Европе. Гонка в небо. Ух ты, это впечатляет. Чтобы позволить Москве утвердиться в качестве важного финансового центра в мире. Это та контора, в которой вы работаете? Нет, это просто контора одного из моих друзей. Он собирается сдать ее в ближайшее время новому арендатору. Но с тех пор, как ушли многие международные фирмы, многие помещения сегодня пустуют. Вон та башня, это башня Меркурия, а та, что дальше, башня Федерации. Она вторая по высоте в Европе. Первая также находится в России, в Санкт-Петербурге. Это суперкласс. Там также есть вертолетная площадка, но мы не можем ею сейчас пользоваться. Полеты запрещены из-за военных обстоятельств. Да, это правда, что отсюда война кажется довольно далекой. И все же несколько месяцев назад в эти башни врезались беспилотники-смертники. Да, это правда. Так что война приближается. К счастью, никто не пострадал. 30 июля 2023 года, посреди ночи, несколько беспилотных летательных аппаратов падают на здания в этом деловом районе Москвы. Кремль немедленно приписывает эти атаки Украине. Это напомнило вам, что война не так уж далека. Да, мы никогда не забываем о наличии конфликта, потому что читаем газеты, люди много говорят. Каждый из нас знает кого-то, кто сейчас находится на фронте. Мы ничего не можем с этим поделать, и мы должны их поддержать. Именно поэтому армии нужно все больше и больше людей, чтобы идти воевать в Украину. Вы боитесь, что когда-нибудь настанет ваша очередь? Не совсем. В России нет обязательной мобилизации солдат, как это происходит на Украине. Ребята, которые идут, являются добровольцами. Если ситуация останется такой, все будет в порядке. Но если что-то кардинально изменится, и, например, ваш президент решит отправить своих ребят в Украину, в этот момент, возможно, я им там понадоблюсь. Тем не менее, через несколько месяцев после провала его молниеносного завоевания Украины в 2022 году, Владимиру Путину пришлось срочно мобилизовать 300 тысяч человек. Тогда по России пронесся ветер паники. В течение нескольких дней, по меньшей мере, 700 тысяч русских покинули свою страну, чтобы избежать принудительной вербовки. И в деловых кругах война изменила ландшафт. Многие банки и транснациональные корпорации покинули страну. Только во Франции автомобильная группа Renault с большим представительством в России, за которой следуются Сите Женераль, агропродовольственный гигант Даноне, и французские лидеры в сфере роскоши Лвмх, Керинг и Гермес. Алексей тогда увидел, что их место заняли новые владельцы. В некоторых случаях компании были перепроданы русским, которые таким образом продолжают ту же деятельность, но от их имени. Также гораздо больше китайцев и индийцев. Они селятся в офисах, которые остались вакантными. С усилением западных санкций ситуация изменилась и для него. Теперь я инвестирую в основном в Китай. У них там много очень хороших компаний. Это одно из моих любимых вложений в акции. Это очень важная нефтяная компания в Китае. Она поставляет китайскую армию, армию Китайской Народной Республики. Это отличная компания. Она выплачивает очень хорошие дивиденды. Вы, должно быть, даже не знаете этого слова в Европе из-за ваших экономических кризисов. Конечно, мы его знаем. Мы только что узнали, что компании CAC FOTIA выплатили своим акционерам рекордные дивиденды за 2023 года. А на какую сумму? В Китае дивиденды очень высоки, вы знаете, 15%. И это очень много. Несмотря на санкции, российская экономика, похоже, переживает шок. При поддержке его новых китайских и индийских партнеров, а также при поддержке его военной промышленности, которая работает на полную мощность. Кремль даже обещает невероятный рост в этом году. 2,6% против 1% ожидаемого во Франции. Но за этими цифрами реальность гораздо более контрастна для жителей. Семья из центра Москвы, приобретенная на средства Путина, согласилась открыть нам двери своей кухни. Меня зовут Марьяна Майовская. Я почти всю свою жизнь прожила в Москве. Я пишу книги по истории архитектуры и преподаю эту дисциплину в нескольких университетах. Я вижу, у вас на холодильнике много магнитов. Здесь мы видим, например, Эйфелеву башню. Вы путешествовали по Европе, Франции? Да, мы много путешествовали в другой жизни. Нам повезло, что мы смогли путешествовать, потому что мой муж работал в нескольких транснациональных корпорациях. И все же вы живете в условиях западных санкций, когда вы больше не можете путешествовать. Была большая инфляция. Есть много негативных аспектов. Конечно, это непрактично. Но я думаю, что в определенные моменты жизни важно уметь жертвовать своей личной жизнью. Даже немного страдать, если это необходимо для развития страны. Мы у вас на кухне. Есть ли у вас все необходимое для повседневного приготовления пищи? Что, например, было сделано? Откуда оно взялось? Не могли бы вы мне это показать? Я никогда не задавалась этим вопросом. Так что это кафе. Да, мы видим, что оно написано по-русски. И, кстати, бренд теперь называется Monarch. Раньше оно называлось Jacobs. Это была немецкая или голландская марка? Как и этот кофейный пакетик, многие европейские бренды продали свои фабрики русским, которым затем оставалось только сменить этикетку. Хотя официально многие бренды покинули Россию, у нас остались их фабрики. Они продолжают производить примерно то же самое. Там я вижу ДЭС. Я вижу шоколад Рафаэлла. Они сделаны в России. Это бренд, который у нас тоже есть во Франции. Да, но они сохранили заводы, которые их производят, здесь в России. Значит, не все западные компании покинули Россию. Эта компания осталась в России? Вот оно. Хорошо. Местные компании также научились копировать определенные продукты, которые Россия больше не может импортировать. Так это камамбер, произведенный в России? Да, но это не настоящая французская камамбер. Но все равно очень вкусно. То есть российские компании научились производить камамбер? Совершенно верно. Вы знаете, мы, русские, очень изобретательный народ. Когда мы чего-то хотим, мы всегда находим способ это получить. Тогда мы попробуем. Тогда. Хорошо. Это очень похоже. Хорошо. Это правда похоже. Если бы это было нехорошо, у нас не было бы этого в холодильнике. Мариана и ее муж Константин принадлежат к обеспеченному классу. Они тем более мирятся с повседневными трудностями, что убеждены в неизбежности войны. Их президент постоянно повторяет это по телевидению. У России не было другого выбора. Элиты Запада не скрывают твои цели. Нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Запад угрожал бы России смертью. Риторика с акцентами времен Холодной войны, чтобы заставить русский народ смириться с последствиями конфликта. И убедить все больше людей встать под знамена. В Подмосковье у нас назначена встреча с матерью одного из его солдат, добровольно отправившихся воевать на Украину. Оксана Пестерва посвящает все свое свободное время военным усилиям. Что вы кладете в машину? Что вы делаете? Мы собираем гуманитарную помощь для наших солдат на фронте. Есть маскировочные сетки для окопов, электрооборудование, внешние батареи для обустройства подземных убежищ. Я делаю это, чтобы мы как можно быстрее приблизились к победе, и чтобы наши ребята вернулись здоровыми. Его сын не вернется. Он был убит в бою через месяц после того, как вступил в бой. Это было 12 марта, прошло два года с тех пор, как его не стало. Это мой сын. Я сняла это видео, чтобы почтить его память. После ее смерти Оксана получила 50 тысяч евро компенсации от правительства. Она пожертвовала половину суммы ассоциации, которая раздает свое снаряжение российским солдатам на фронте. На оставшуюся часть она купила себе этот автомобиль китайской марки, на котором она с гордостью демонстрирует свою поддержку военной спецоперации. Я пришел помочь ей сегодня. Ее друг Борис тоже воевал на Украине до того, как был ранен. На самом деле это мое второе ранение. Первое произошло в июне. Через три месяца я смог вернуться на передовую. Я был на передовой. Там все очень сложно. Война похожа на фильм «Терминатор». Я был командиром штурмового подразделения. Я был снайпером, металл-ракеты, гранаты, а также знаю, как лечить раненых. Но всего через два месяца я снова был ранен в руку на этот раз. Меня ранил осколок фугаса, и этот осколок гораздо серьезнее. Если он хотел вернуться воевать, то не только из патриотизма. На фронте Борис выполнял большой долг перед правосудием своей страны. В 2017 году он был приговорен к 12 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. Шесть лет спустя он был одним из его сокамерников, к которым пришла милиция Вагнера, чтобы предложить сделку. Когда приехал Вагнер, они сказали нам, «Ребята, нам нужны те, кто готов умереть. Если вы не готовы умереть за родину, то вам там нечего делать». Время на принятие решения – пять минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. В обмен на их жертву пленные амнистируются после шести месяцев на фронте. Поэтому я вызвался добровольцем, я не мог упустить эту возможность. У меня уже было много друзей, которых мобилизовали. Кроме того, мне обещали ту же зарплату, что и солдатам регулярной армии. Эквивалент двух тысяч евро в месяц. Это в четыре раза больше, чем средняя зарплата в России. С тех пор Борис тоже нашел свое оправдание этой войне. Мы боремся за моральный порядок. Мы против разрушения семейных ценностей, против упадка, против однополых браков. Мы не хотим всего этого в России. Мы хотим сохранить традиционные ценности. Мы можем сказать, что началась Третья мировая война, а Украина – это просто боксерский ринг, на котором противостоят НАТО и Россия. Сценарий фильма «Катастрофы», в котором Владимир Путин снова берет на себя роль героя. Для меня он лучший лидер. Без Владимира Путина Россия давно бы уже не существовала. И я не считаю себя ответственной за смерть моего сына или ранение Бориса. Оксана хочет доказать нам, что она далеко не единственная, кто разделяет это мнение. Мы следуем за ней, направляясь в деревню Свенигород, в 70 километрах к западу от Москвы. Посмотрите на эти прекрасные пейзажи. Здесь говорят, что Свенигород – это российская Швейцария. В этом селе много мужчин были мобилизованы на украинский фронт. Здравствуйте, Даблидьон. Еремия. Виктория. Тогда гражданские лица, оставшиеся здесь, организовались, чтобы поддержать их. Это ваш грузовик? Да, да, это наш фургон. А почему на грузовике логотип Вагна? Потому что это наши войска. Они сражаются за Россию. Мы поддерживаем солдат Вагнера и двигаемся вперед. Пойдемте, я покажу вам наш склад. Это наш штаб. За это отвечает Виктория. Она выросла в украинском Донбассе. Прошло 30 лет с тех пор, как она решила переехать жить в Россию. Посмотрите на этот маленький уголок у входа. Вам будет интересно. Тон задан с самого начала. Портрет Владимира Путина, флаг, военная техника. Мы здесь, чтобы поддержать военные крепости. Да, Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мы его полностью поддерживаем. Это гимн России. Портрет Владимира Путина на входе, гимн России в телефонной трубке. Нет никаких сомнений, что мы находимся в Доме патриотов. Доступ к ассоциациям военной поддержки, подобным этой, крайне редок для иностранных журналистов. Мы обнаруживаем там множество коробок, набитых едой, сигаретами и теплой одеждой. Пожертвования из магазинов и от жителей окрестных деревень. Как и та дама, которая пришла пожертвовать сумму, эквивалентную 40 евро. А есть ли люди, которые не поддерживают спецоперацию? Такого не существует. Посреди помещения даже была импровизирована удивительная ткацкая мастерская. Очень горжусь. Волонтеры делают там маскировочные сети, которые будут использоваться для прикрытия окопов. Он хотел показать. Видите ли, мы используем не ткань, а этиленовый столб. Это гораздо более прочный материал. Важно, чтобы он держался. Кстати, мы уже смогли испытать их на фронте. Наши ребята очень довольны этим. Сетки позволяют им оставаться в безопасности от вражеских беспилотников. Отзывы очень положительные. Когда сетка будет готова, мы упаковываем ее таким образом, с помощью клейких лент. Мы пишем имя солдата, добавляем к нему буквы и маленькие мягкие игрушки. Посмотрите на это, его прозвище Трамп. Дональд Трамп? Да, Дональд Трамп. Это скорее друг или враг? Дональд Трамп? Да, мы посмотрим. Нашли это друг? Сейчас я не могу вам ответить. Это политика. С тех пор, как мы приехали, человек, представившийся простым волонтером, внимательно следит за ходом собеседования и, не колеблясь, передает Виктории ответы. Кто именно он? Мы не узнаем. Вот, мне напомнили рассказать вам о письмах от детей. Это важно для поддержания морального духа наших солдат. У них слезы на глазах, когда они видят письма. Этот мужчина также взял с собой свою десятилетнюю дочь, чтобы показать нам, что здесь все поколения принимают участие в военных действиях. Пожалуйста, расскажите нам, что вы написали и кому? Я пишу письмо солдатам. Громче. Я пишу письмо солдатам. Что вы там пишете? О чем это? Какие они сильные, смелые и бесстрашные. Ты им чего-нибудь желаешь? Да, с победой. Ты пишешь от себя? Да. Ты действительно думаешь, что то, что ты пишешь, не так? Да. Нам разрешено задать ему несколько вопросов. Несмотря на то, что его отец находится под наблюдением, его ответы более нюансированы. С твоих слов, можешь ли ты объяснить мне, что такое военная спецоперация? Там каждый защищает свою родину. Вас пугает война? Да, там умирают люди. Это страшно. Дорогие солдаты, вы спасаете нас и каждую минуту рискуете своей жизнью. О войне за покупку сейчас тоже говорят в школе. Вот уже полтора года каждый понедельник утром она и ее одноклассники присутствуют на поднятии флага во дворе, поют национальный гимн. А затем проходит специальный урок, посвященный патриотическим ценностям. Вы сохраняете спокойствие моего неба. Я благодарю вас за это. Как и школа, вся страна должна настроиться на войну в Украине. Ни одна сфера не должна ускользнуть от нее, даже место, где обычно празднуют другое божество. Мы подъезжаем к Сабино-Старожевскому монастырю. Он очень известен в этом районе. Я приезжаю сюда каждую неделю. Я молюсь там за солдат, которых я знаю, чтобы они вернулись домой здоровыми. Все церкви поддерживают военную спецоперацию. В России близость церкви к политической власти далека от табу. Владимир Путин регулярно появляется рядом с патриархом Кириллом, высшим православным деятелем, который когда-то даже был агентом КГБ, советской разведки. Тогда церковь полностью выполняет ту роль, которую от нее ожидает власть. Я хотел бы пожелать всем вам силы, мужества и мудрости. Эти качества очень важны при исполнении ваших воинских обязанностей. И остерегайтесь тех, кто отклоняется от линии. В январе прошлого года священник был отлучен от церкви за отказ благословить войну. Это видение народа, находящегося в миссии, объединенного церковью и ее президентом Владимиром Путиным. Неустанно пронизывает его до самых пролетов огромного выставочного центра видения. Как они красивы, элегантны и улыбчивы. Когда-то посвященный великим достижениям Советского Союза, теперь здесь проходит гигантская выставка во славу Российской Федерации. Эта выставка в самом центре Москвы, в некотором роде, является итогом работы Владимира Путина в натуральную величину после четверти века пребывания у власти. Он бы вернул гордость русскому народу, льстил патриотизму всех народов и проецировал свою страну в 21 век. Процветающая страна, где война очень отсутствует. Короче говоря, выдуманная Россия далекая от реальности. Хотя ни один стенд не упоминает об этом в лоб. Тень войны никогда не бывает далеко. Это руководство знакомит солдат, получивших ранения и ампутированных конечностей в бою с сильными сторонами страны. Вы видите этот предмет? Вы знаете, что это такое? Аппарат или Азирова? Именно так. Именно в Курганской области жил господин Элизаров, знаменитый ортопед, давший название этому устройству. Здесь она тренирует их на футуристическом стенде, который позволяет перенести их в мифический регион России. Проходите, пожалуйста, проходите. Войдите в шлюз телепортации на Кончаку. Русская Родина благодарна своим храбрым воинам. Этого бойца из Ямала Ненецкого автономного округа, Сибирь, ждет специальный визит. Мы привезли его сюда, в стойло в его родном районе. Там его только что нарядили в традиционный костюм. Мы фотографируем его перед этой установкой, на которой изображен природный газ. И они собираются подарить ему подарки, чтобы поблагодарить его за его подвиги. Он потерял левую руку на фронте в Украине. Это большая жертва, которую вы принесли. Вы не сожалеете об этом? Я ни о чем не жалею. Все в порядке. Сожалеть ни о чем. Вы не боялись бы вернуться на фронт? Абсолютно нет, Нанта. Посетители открывают для себя различные регионы своей огромной страны, в 26 раз превышающей Францию, включая территории, только что присоединенные к Украине. Донецкая горнодобывающая область, расположенная в Донбассе, теперь находится под контролем России. Вот она, в центре внимания. Вот для вас это подарок. Это хороший антистресс. Как будто ничего не случилось. Это игра, чтобы стать шахтерами Донбасса? Да, вы можете стать шахтером и иметь свой собственный уголь с Донбасса. Что это? Это не настоящий уголь. Это просто игрушка для снятия стресса. Вы выросли на Дону, а сейчас живете в России? Да, я выросла в Донье и жила в России. Я училась здесь, в Москве. И как только началась операция, я вернулась домой, чтобы помогать людям на месте. Этот сотрудник выставки находится здесь не случайно. Она дочь одного из ведущих промышленников этого района. Мой отец живет там, у него бетонный завод. И всем, что восстанавливается в Мариополе и других городах, занимается его компания. Он в этом участвует. Привлекайте российских туристов в эти новые регионы, и почему бы не убедить других, гораздо более дальних туристов, переехать на восток. В Москве Патрис Лилан владеет 15 винными магазинами. Посмотрите, с самого начала тонн Денни. Здравствуйте, Патрис. Здравствуйте, Джереми. Спасибо, что пригласили нас в свой магазин. С удовольствием. Это все французское вино или русское? Нет, это русское вино. Здесь у нас есть в этом магазине. И в этом типе магазинов у нас, по сути, почти на 100% местное вино. То есть крымское вино и российское вино. Так вот, мы находимся в районе Бахсарай. Вот мы находимся в районе Балаклавы. А это где у вас есть свои виноградники? Вы сами? Точно. В Крыму. Наши виноградники в Крыму. У нас в Крыму 80 гектаров виноградников. В каком году вы их посадили? Мы начали сажать в 2021-м. Так вы приехали в Крым после аннексии Крыма России, или для вас может быть присоединение Крыма к России? Да, точно, точно. Вы не возражали против того, чтобы выращивать французские сорта винограда на этой спорной земле, если она не аннексирована силой со стороны России? Нет. Мне нравится, как вы задаете вопросы, но нет, меня это не беспокоило. Сейчас, через два года после начала войны, мы больше не встречаемся с французскими торговцами. Вы сделали выбор остаться. Вы скорее определяете себя как предателя или как сторонника сопротивления. Торговец. Я фермер, я делаю вино. У меня есть земля, вы должны возделывать ее, вы должны производить продукцию, так что нет никакого смысла быть тем или другим. Можем ли мы по-прежнему заниматься вином, бизнесом, не беспокоясь о политике и войне, которая все равно идет здесь все готово? Тогда война это одно слово. Это слово используется в Европе. Вы его не употребляете? Нет, не обязательно. О чем идет речь? О специальной операции. Делать вино в таких условиях, у нас нет выбора. У меня нет выбора. Да, у нас есть выбор. Для французов, которые уехали, была возможность покинуть Россию. Они смогли уехать. Вы вполне могли бы сказать себе, что это неприемлемо, я уезжаю. Так что это выбор. Это выбор. В этом смысле да. Это выбор, когда я не говорил себе, что это неприемлемо. Я продолжаю делать то, что должен делать. Могу я попробовать вино? Я вижу его пальцы. Хорошо, давайте продолжим. Мы попробуем рислинг, приготовленный полностью из Кримблера. Слепой, у него нет национальности. Это все еще борьба, понимаете? С другой стороны, да. Если вы не скажете мне, что он не француз, для меня это борьба. Это свежо, это свежо. Вот в чем преимущество. Вы потеряли друзей во Франции, которые не принимают ваш выбор быть французом? Остались здесь, несмотря на войну? Нет. Никто не спрашивает вас об этом выборе? Нет, либо мы не решились, либо друзья, которые у меня есть, это друзья, которые у меня есть. Тогда после каждого. У каждого есть свои позиции. Я имею в виду это. Но нет, нет, нет. И вы можете обсудить это с ними, или вы избегаете обсуждения? Нет, дело не в том, что мы избегаем обсуждения, а в том, что мы не обсуждаем это. Как и Патрис Лелан, в России по-прежнему проживают 3300 французов, по сравнению с 5000 до войны. По мере приближения конца нашей поездки в эту Россию, приобретенную при Путине, остается один вопрос. Какова свобода слова тех российских граждан, которые открыли нам свои двери? Если ни один из них не был представлен нам властями, сомнения остаются, поскольку репрессии, которые обрушиваются на оппозиционеров, ужесточились с 2022 года. Самый известный из них, Алексей Навальный, поплатился за это своей жизнью 16 февраля прошлого года. Его внезапная смерть во время содержания в арктической исправительной колонии потрясла весь мир. В России тысячи людей осмелились бросить вызов Кремлю, посетив похороны адвоката, ставшего символом сопротивления Владимиру Путину. Через месяц после его смерти. Все еще много людей каждый день ходят на кладбище, где он похоронен. Последняя дань уважения под пристальным наблюдением. Очевидно, что это место сбора занозов задницы Кремля, который внезапно следит за всеми, кто приходит сюда с камерами вокруг могилы Алексея Навального. И нам, журналистам, тоже запрещено входить с камерой. С другой стороны, мы имеем право снимать интерьер на наш телефон. Несмотря на риск, некоторые согласны доверить нам свое мнение. Это трагедия, что он ушел. Я очень уважаю его, он вдохновил меня. Он герой, мы видим его таким, настоящим героем для нашей страны. Сегодня, если ты не согласен с Путиным, значит ты не патриот. Но на самом деле так не работает. Возьмите Алексея Навального, для меня он настоящий патриот. В этом нет никаких сомнений. Если он не патриот, то кто может сказать, что он патриот? Мы хорошо видим, что мы не одни. Нас много. Посмотрите на его могилу, на все эти цветы. Мы были как во сне, мы боялись выразить себя. Но после этого мы больше не можем молчать. Нам придется заставить себя быть услышанными. Несколько ноток надежды. И все же репрессивная машина продолжает свою работу. За три месяца на публичных митингах было арестовано более тысячи человек. Самая большая страна в мире с каждым днем все больше склоняется к единственно допустимым истинам. Цена выживания для Владимира Путина, который мог бы оставаться у власти до 2036 года. Что, ребятки, вот мы посмотрели это видео. Что вы думаете по поводу этого мерзкого ведущего, который вечно пристает к нашим политикам со своими каверзными и противными вопросами? Как он и тут пытался все перевернуть, еще приплел сюда этого дурацкого Навального? Я вот не могу понять, он на самом деле так думает, живя в России и видя прогресс, который сейчас в стране происходит. То ли ему за это платят и он свою душу продал. Вы знаете, как говорится, журналисты одна из самых старинных профессий. Может быть он просто продается, то есть сам живет в Москве, видит, как живут люди, видит, как люди относятся к президенту. Наверное, следил за выборами, что они действительно были честными, демократическими. И тем не менее залезает, начинает какую-то нести фигню про диктаторов, которые 26 лет правят. Хотя все знают, что был Медведев в промежутке, а Путин не был все эти 24 года. Про королеву Англии, которая правила там сколько, 50 или 60 лет, что-то никто не вспоминает. И вообще в каждой стране Европы свой король и королева до сих пор имеются, которых содержат налогоплательщики. Это нормально. А в России вот какой-то там диктатор. Полный бред, конечно. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу таких журналистов. Может их стоит уже и страны выдворять, честное слово. Если они, находясь в стране, одну грязь только льют, нужны ли нам такие журналисты? Наших позакрывали, спутник закрыли, РТ невозможно посмотреть ни на одной платформе. Только-только вот Илон Маск им обратно разрешил в Твиттере постить статьи какие-нибудь и видео, страницы открыть. Иначе до этого РТ была полностью закрыта, даже в Твиттере, а на Телеграме до сих пор нельзя в канале РТ читать. Никакие новости, неизвестия, ничего. Это ненормально. А мы демократически, они тут гадости пишут, мы им разрешаем сидеть. Может тут тоже хватит демократии под жопу ногой, пусть летит свою Францию к лягушатникам, к Макрону этому, с его мужем Бриджит. Напишите в комментариях, что вы думаете. Всем пока, до связи, подписывайтесь, скоро будут новые очень интересные видео про Петра Толстого и Жириновского. Ждите. Субтитры сделал DimaTorzok